осеннее равноденствие 23 сентября солнце входит в первый градус весов и по алматинскому казахстанскому времени это время 1250 и время осеннего равноденствия открывает новый этап в годичном цикле этот день является одной из четырех переходных точек года и мы все знаем что весеннее осеннее равноденствие а также зимнее и летнее солнцестояние связаны с переходом солнца в кардинальные знаки такие как овен весы и козерог и рак и кардинальные знаки символизируют резкий мощный выброс энергии это начало нового действия проявление инициативы и также представляет собой настройка на нужный результат этот день считался магическим у многих народов и наши предки возносили хвалу природе за достаток в доме за богатый урожай и всегда благодарили род и природу и в этот день надо было обязательно погулять на природе подышать глубоко обнять дерево впитывая его всю энергию соберите сегодня осенний букет из листьев и пусть огненные осенние листья будут вам оберегом и прекрасным декором для вашего интерьера и здесь непременно принесите в дом ветку с ягодами рябины это и защита и магнит для материального достатка и пусть вам это будет все во благо постарайтесь мысленно перечислить все то за что вы благодарны судьбе именно в этот день благодарность и радость от того что есть сейчас поможет вам открыть и увеличить поток будущих тех даров которые вы заслуживаете по праву рождения на нашей земле эти несложные действия в магический день запустят программу благоденствия и процветания и это будет очень действенным простым ритуалом который может принести вам тот поток урожая и изобилия который именно и символизирует день осеннего равноденствия в древности очень сильно придавали дню осеннего равноденствия именно мистическое значение считалось что именно в этот день открываются невидимые врата между небесами и землей и поэтому в этот праздник следует направлять свои молитвы в небо загадывать желание и строить планы на будущее в день осеннего равноденствия хозяйки всегда готовили всевозможные кушания пекли пироги а само празднество сопровождалось танцами пением гулянием дети украшали дома веточками рябин и наши предки верили в эти защитные свойства этого дерева и в то что ее плоды защищают от бед несчастье и нечисти и в то что именно эти плоды уберегают человека от бессонницы насылаемой темными силами этого времени и в этот период именно восход и закат солнца в этот день является ключевыми энергетическими точками поэтому встречать восход нужно чтобы поприветствовать новую жизнь а встречать закат чтобы отпустить из своей жизни все ненужное равноденствие считается идеальным временем для заключения любых союзов от брачных до деловых и удачным временем для восстановления старых связей и контактов считается что это лучшая пора чтобы избавиться от всего завалявшегося освободив место для нужного и необходимого и также период равноденствия хорошее время для торговли она подходит также для продаж так и для покупок и для того чтобы отпустить прошлое возможно можно проделать простой ритуал когда можно на листе бумаги написать те проблемы и отношения ситуации которые хочется убрать из своей жизни следует поблагодарить их за опыт который они помогли получить и сжечь этот листок бумаги а для того чтобы посеять семена своего светлого будущего я предлагаю расписать свои планы и желания на красивом листке и сказать своими словами пусть все будет так как я задумала пусть все будет так как позволяет мне вселенная и пусть это будет все во благо своими словами и пусть энергия дня осеннего равноденствия ускорит осуществление загаданного и пусть оно будет все во благо вам и вашим близким удачи вам дорогие мои и всех благ в это прекрасное время осеннего равноденствия осеннего равноденствия